Здравствуйте! За последний месяц в Хабаровске зарегистрировано более 100 случаев заболевания интервирусом, в том числе и менингитом. Основная часть заразившихся дети до 14 лет. Какие меры принимаются для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, поговорим с начальником отдела управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяны Коровянской. Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Здравствуйте! Какова сейчас ситуация с интервирусными заболеваниями? В середину июня в городе Хабаровске начался обычный сезонный подъем заболеваемости интервирусными инфекциями и по состоянию на 15 августа лабораторно в городе подтверждено 230 случаев заболевания интервирусной инфекцией. В том числе и менингит? В том числе и сирозного вирусного менингита, да. Ну, интервирусного менингита значительно меньше. Основная клиническая картина интервирусной инфекции, которая протекает вот в этом году, это фарингиты, гриппетические ангены, малые болезни. Интервирусная инфекция, она и характеризуется разнообразием клинической картины заболевания. В этом году больше заболевших по сравнению с прошлым годом или примерно на уровне? В этом году мы наблюдаем более активно эпидемический процесс и число заболевших несколько больше, чем в прошлом году. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, связано это в первую очередь с теми типами интервирусов, которые циркулируют в этом году среди населения и вот являются причинами подъема заболеваемости. Эхо-6, коксаки-энтервирусы, Б, коксаки-А, они являются высоко контагиозными, в основном поражают детей, в первую очередь детей до школьного возраста, потому что у них отсутствует иммунитет к данным типам вируса. И с этим связано более высокое число заболевших. Какая клиническая картина заболевания интервирусом? Ну, интервирусная инфекция, она характеризуется разнообразной клинической картиной. В первую очередь, конечно, это может протекать по типу острореспираторной, обычной острореспираторной вирусной инфекции. Может протекать с кишечным синдромом, герпетическая ангина, различные экзантемные сыпи. Ну, и как наиболее тяжелая форма, это, конечно, интервирусный менингит. Совсем недавно в двух загородных лагерях были обнаружены вспышки интервируса. Вот комиссия провела какие-то меры. Что сейчас делается? Действительно, в этом году в загородном оздоровительном учреждении энергетик и Олимп были зарегистрированы заносы интервирусной инфекции. И в дальнейшем произошло распространение. Было зарегистрировано по 7 случаев заболевания детей интервирусной инфекцией. По результатам эпидемиологических расследований причинами явилось несвоевременное выявление, изоляция заболевших детей и нарушение дезинфекционного режима в учреждении, нарушение детьми правил личной гигиены, что и привело к распространению инфекции. На сегодняшний день ситуация там стабильная, очаги инфекции локализованы, и сегодня опасности ее груза никакой для детей нет. Смены продолжаются? Да, продолжаются новые смены в энергетике, а в Олимпе работа лагеря приостановлена до устранения всех выявленных нарушений. Татьяна Николаевна, как Вы считаете, какие причины заболевания? Где чаще всего заражаются дети? При интервирусной инфекции основной путь заражения все-таки это контактно-бытовой путь заражения, то есть при несоблюдении правил личной гигиены и происходит распространение инфекции. Кроме того, это может быть и воздушно-капельный путь передачи от человека к человеку, и водный, и пищевой путь передачи. У нас на территории города Хабаровска реализуются все пути, и водный путь. Сегодня активно среди заболевших детей выявляются случаи интервирусной инфекции. Сегодня вода наша не соответствует требованиям санитарного законодательства. Высокое содержание и загрязнений, и микробное, и вирусное в воде открытых водоемов. Поэтому мы с начала сезона говорим о том, что купаться запрещено. Сегодня нет ни одного места разрешенного для купания у нас на территории города Хабаровской пригородов. Ну и, конечно, вот контактно-бытовой путь передачи, несоблюдение в первую очередь детьми правил личной гигиены, это мытье в первую очередь, мытье рук перед едой, мытье рук после посещения туалета. Конечно, оно и приводит к распространению инфекции. В городе какие ведутся мероприятия для того, чтобы предотвратить распространение интервирусной инфекции? Значит, весь комплекс мер, он определен, он прописан, он прописан решением Санитарно-противоэпидемической комиссии города Хабаровска. И основные мероприятия, конечно, касаются недопущения развития групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях. Потому что дети дошкольного возраста, они наиболее подвержены данному заболеванию. Поэтому в детских садах города Хабаровска сейчас проводятся утренние фильтры и режим профилактической дезинфекции. То есть в конце рабочего дня проводится дезинфекция всех помещений, посуды, игрушек. И здесь, конечно, должна быть настороженность в первую очередь родителей. Если вы почувствовали, что у ребенка какое-то недомогание, он вялый, повысилась температура, не надо заниматься самолечением. Надо обязательно вызвать врача, обратиться за медицинской помощью и полностью получить необходимое лечение. Потому что тем самым вы подвергаете риску и своего ребенка, и, конечно, риску заражения остальных детей в группе. Ну а что касается наших планов на дальнейшее, то учитывая то, что скоро начинается новый учебный год и школьники пойдут в школу, мы сейчас готовим предложение на администрацию города Хабаровска. И с 1 сентября, эта практика уже есть, она отработана, в школах будут введены те же профилактические мероприятия, что и сейчас в детских садах. То есть утренние фильтры для детей и профилактическая дезинфекция в помещении образовательных учреждений, чтобы минимизировать развитие и распространение инфекций в школах. По вашим прогнозам, когда пойдет на спад заболевания интровирусной инфекцией? В еженедельном режиме управления Роспотребнадзора осуществляет мониторинг заболеваемости. И по результатам мониторинга мы видим, что прошлая неделя, она была пиковой, сейчас мы идем на снижение, и по понедельнику этой недели мы тоже видим, что снижение продолжается. Поэтому вот тот комплекс организационных профилактических мер, который принимался в городе Хабаровске, он и позволил снизить заболеваемость интервирусными инфекциями. Совсем недавно в Ямало-Ненецком округе были зарегистрированы случаи заболевания сибирской язвы. Что это за заболевание и есть ли угроза хабаровчану? Сибирская язва – это особо опасное заболевание, и передается оно, в первую очередь, контактным путем. Споры сибирской язвы очень длительно сохраняются в почве, длительное время. И в Ямало-Ненецком округе в 40-х годах были зарегистрированы вспышки сибирской язвы у оленей. Ну и так как там зона вечной мерзлоты, конечно, были захоронения, и захоронения были неглубокие, вот, павших оленей. Ну, а в этом году очень высокая температура окружающей среды, и произошло подтаивание ледников. Надо сказать, что споры сибирской язвы, они десятилетиями сохраняются в почве. Ну, и поэтому вот произошел контакт оленей с теми захоронениями, которые были в свое время там проведены, и произошло заражение вот стада оленей. Ну, а дальше уже человек заражался контактным путем при ухаживании за больными оленями, при разделке шкур. Вот эти вот пути распространения основные. Может быть, конечно, еще воздушно-капельный, пищевой путь, но это минимальный путь заражения. Для Хабаровска, то есть, нет такой огрозы? У нас нет таких захоронений? Дело в том, что захоронение сибирской язвы не есть во многих муниципальных образованиях. Хабаровский край, он не является исключением. У нас на территории края находится 48 стационарно-неблагополучных пунктов, где еще в 20-х годах прошлого века были захоронения сибирской язвы. Ну, к сожалению, сегодня точные места расположения данных захоронений, они неизвестны, знаем только определенные ориентировочные координаты. Вот это и Хабаровский район, это и Вяземский район имени Лозо. Вот поэтому исследования проводятся в прошлом году и в позапрошлом году совместно с противочувным институтом Иркутским. Проводились исследования почвы, взятых с предполагаемых мест захоронений животных на территории Хабаровского края, и все результаты были отрицательные. В Хабаровске и в Хабаровском крае когда в последний раз была зарегистрирована вспышка сибирской язвы? Ну, случаи заболевания сибирской язвы по архивным документам были зарегистрированы, последние случаи в 1956 году. Это в Вяземском районе и Бикинском районе. С 1956 года случаи заболевания на территории края не регистрируются, сибирской язвы. То есть сейчас для хабаровчан нет никакой угрозы? Нет, угрозы нет. Хотя все все равно профилактические меры по профилактике сибирской язвы не проводятся. И в первую очередь это управление ветеринарией, проводится иммунизация против сибирской язвы с поголовья скота. Это обязательное, очень важное мероприятие. Какие меры профилактики от сибирской язвы существуют для людей? В первую очередь это соблюдение санитарно-ветеринарных правил по профилактике сибирской язвы, где прописано в первую очередь, это, конечно, правильное содержание домашнего скота, это иммунизация, это приобретение поголовья именно в проверенных, в разрешенных условиях. Это первое. Второе, конечно, приобретение мясной продукции у известных производителей, которые прошли ветеринарную экспертизу. Если больное животное погибает, то здесь, опять же, должно быть обязательно ветеринарное свидетельствование, выяснена причина, где, как и почему. То есть вот в первую очередь это, конечно, очень внимательное содержание, правильное содержание животных, ну и внимательное отношение к своему питанию, правильное питание. Спасибо за ваши ответы, спасибо, что пришли. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok